ребята всем привет вами канал будда гришна довольно серьезная тема тема онкологии нас в стране онкологии страшно просто мне кажется растет геометрической прогрессии я честно вот мое субъективное мнение веню в этом сетевые магазины потому что продукты которые реализуются через эти сетевые магазины с моей точки зрения они практически все содержат запрещенные препараты о которых даже не всегда написано там на этикетке или еще где-то понастроили вот эти раньше как спрашивали пример я помню вот меня спрашивали когда только уехал маску еще не было так сетевые там всем я не буду называть магазины потом что-нибудь обвинят еще в чем-нибудь и спрашивали сколько продукт стоит москве ну все знали что там магазинчик здесь там москве сейчас цены одинаковые по всей стране сетевые магазины есть приходишь покупаешь от недавно масло проверяли ни одного масла нормального нет все масло так сказать добавление пальмовое масло там еще что-то то есть что-то что-то кладут что вызывает я считаю так онкологические заболевания экологии проблемы ну здесь большей степени на все таки с продуктами питания раньше онкологии было меньше вы скажете там меньше диагностировали нет я думаю что все-таки кушали картошку все со своего вот значит со своего в деревне вот в деревне онкологии кстати меньше процентом соотношения меньше потому что я кушают продукты питания соответствующие картошку морковку огурцы свои помидоры сажают все это без всяких пестицидов там еще бы эти обработка и конечно это все влияет на сейчас продукт нормально найти невозможно даже сейчас дорогие продукты они все равно андрей павленк царство небесное все знаете этого великолепного одного из лучших онкологов страны недавно была трагедия с тем что он он вел блог я следил за ним полтора года до жизнь человека и рассказывал о болезни и его кстати говоря волей его волей было в последнем видеообращении он сказал что он учредил фонд самое главное но для помощи 7 50 процентов но 50 процентов для медиапроектов связанных с онкологией я не претендую на медиапроект ни в коем случае не подумайте я просто рассказываю сейчас да я сейчас вы поймете к чему я клоню но медиапроекты это что такое это когда люди организации какие-то до рассказывают об онкологии говорят об этом говорят об этом много но это я еще раз говорю я не претендую я одно там два видео а это вот какие-то организации крупные которые так сказать там или люди которые профессионально этим занимаются да то чтобы говорить об этом больше чтобы информировать и реформировать поэтому говорите об этом нужно и важно да андрей павленко на самом деле сделал очень много для онкологии вообще в принципе вот система лечения и вы знаете я обнаружил вот под своим видео а павленко андреи значит комментарий довольно объемный но значит здесь указано что значит подписчица мария пишет под последним обращением андрея нашла комментарий в котором обобщили поднятые андреем проблемы онкологии в россии а значит то есть это те вопросы те проблемы которые есть онкологии в российской федерации который поднимал андрей павленко но они очень так классные кратко обобщены что мне кажется что мы должны об этом сказать это именно те проблемы о которых говорил павленко до проблемы российской онкологии по андрею павленко вот смотрите первое нет четкой и прозрачной системы назначения на руководящей должности в зависимости от опыта и знаний но мы все знаем что у нас назначают так сказать кого надо да второе нет аудита качества оказания медицинских услуг чтобы анализировать компетентность и профессионализм каждого врача и каждой клиники на самом деле то есть отсутствует аудит качества оказания медицинских услуг потому что не проверяют здесь какое качество сколько здесь какой здесь процент излечившийся процент не излечившихся третье нет рейтинга врачей клиник именно вот по онкологии чтобы это было профиль надо чтобы пациенты могли узнать кому именно можно обращаться а кому ни в коем случае не стоит на самом деле это огромное дело и огромная работа создать рейтинг и базу а именно онкологии чтобы человек мог зайти какой-то сайт там не знаю онкология точка рф где можно было забить данные врача и посмотрите отзывы пациентов его какой-то рейтинг еще что-то этого тоже ничего нет 4 настоящих специалистов по обследованию современной дорогой аппаратуре можно пересчитать по пальцам как итог неверная постановка диагноза так сказать быстрой поломки аппаратуры на самом деле для того чтобы работать на аппаратуре аппаратура в основном закупается в россии не производится до для лечения онкологии для диагноз для так сказать проведения всех исследований необходимо обучаться и вот специалистов очень мало пятое выпускники медицинских вузов хирурги не умеют завязывать узлы и не имеют практики операций но об этом андрей говорил отдельно он говорил о том что он даже проводил специальные такие занятия когда приглашал значит выпускников и они там оперировали вместе с ним и он прививал им именно вот практику операционную что они теорию знают на практике они мало что знают то есть нет нет практического опыта да значит шестое в вузах не преподают предмет взаимодействия с онкологическими пациентами их родственниками то есть психологическая помощь этот это очень важно я считаю потому что самое главное человек которому поставили такой диагноз первую очередь нуждается психологической помощи и нет психолога от именно доктора он смотрит на доктора как на спасителя своего да и доктор безусловно должно быть базисом каким-то психологическим седьмое в вузах студентам не прививается научная деятельность способная в дальнейшем значит на работе поддерживать достойный конкурентный уровень подписываться на международные издания участвовать в конференциях восьмое нет системы поддержки одаренных студентов девятая а вы знаете что поддержка одаренных студентов формирует что она формирует человека потом специалиста который будет работать вас в стране 9 нет системы повышения квалификации обмена опытом между практикующими специалистами из 100 конференций в год полезными могут быть ну от силы 5 10 пациенты должны обладать минимальными знаниями по своей болезни знать свой гайдлайн международный протокол лечения например колоректального рака зная свой гайдлайн в ходе беседы с лечащим врачом пациент вынужден определять компетенцию врача делать выдать доверие или недоверие к врачу одиннадцатый онкологические пациенты вынуждены ждать 2-3 месяца мрт и других высокотехнологических обследований с момента первичного постановки диагноза рак в скобочках в районной поликлинике по месту жительства 2-3 месяца мрт за это время рак 2 3 степени может перейти в рак 3 4 степени а ведь начальной стадии рак можно победить легче быстрее и в разы дешевле чем потом двенадцатое в системе диспансеризации выявление на ранней стадии раковых больных не предусмотрен скрининг в возрасте 45 лет визуальный осмотр тела и покрова человека тринадцатое нет системы достойной зарплаты врачей что вынуждает не отказываться от в кавычках благодарности но мы все знаем какие у нас здесь в этом смысле проблемы 14 российские клиники в состоянии выполнять большинство операций для онкологических больных но из-за незнания и денежного лоббирования взрослые дети собирают через интернет миллионы и едут оперироваться в германию и израиль хотя российские клиники вполне могут выполнять эти операции но еще раз говорю значит из-за незнания какие клиники конкретно кому обращаться где лечиться пятнадцатое состояние вот об этом я и говорю что какой-то создать сайт именно посвященной онкологии и вообще все клиники объединить онкологические в россии в какую-то одну единую базу всех врачей объединить в единую базу понимать я считаю это первый шаг который необходимо сделать может быть это есть я не знаю я не специалист в этом я читаю что так сказать по павленко 15 состояние фундаментальной науки составляет желать лучшего нобелевская премия в области медицины за достижение в области иммунотерапии была вручена в восемнадцатом году ученому из сша ни одного ученого из россии с подобными открытиями нет 16 врачей с доказанными положительными результатами деятельности убирают с работы убирают с работы в государственных медицинских учреждениях ввиду чего пациенты вынуждены лечиться у них не по программе омс то есть бесплатно а платно в частных клиниках что невозможно для большинства пациентов так как он к пациент несет прочие огромные расходы лекарства значит оплата исследований пэд кт мрт узи примеры таких профессионалов давыдов махсон минкевич 17 по наблюдению значит павленко компетентность профессиональных кадров не растет а снижается мало-мальски хорошие перспективы владеющие английским языком и стремящийся к чему-то доктор чаще всего уезжает на запад люди которые остаются здесь могут в россии могут быть не готовы к тем изменениям которые ждут медицину 5 точек 18 по наблюдению андрея павленко среди хирургов мало тех кто знает английский язык это на самом деле мелочь а проблема очень большая потому что взаимодействовать с коллегами и читать какие-то переводи куда необходим английский язык любой хороший специалист сейчас обязан знать английский язык уровень хотя intermediate а лучше upper intermediate это необходимо чтобы общаться и читать специальную литературу сейчас вся настоящая трендовая литература выпускается только на английском языке 19 в россии слабая технологическая база медицины не производятся собственные аппараты pet-кт мрт узи в основном их производят general electric сша toshiba японии так далее 20 нет системы переаттестации врачей чтобы они регулярно могли подтверждать свою компетенцию в лечении онкозаболеваний на самом деле потому что выходит что-то новое выходят новые какие-то способы лечения новые какие-то аппаратура и никто не понимает подтверждал этот врач от не подтверждал он чего-то абсолютно вот хаотичная структура 21 россия отстает от передовых стран например сша по показателям пятилетней выживаемости от большинства онкозаболеваний несмотря на то что в сша показатели заболевали заболеваемости выше 22 зарплата врачей в регионах крайне низкие что не создает стимулов для молодежи выпускающейся из медицинских вузов оставаться работать в регионе муниципальных больниц и встречаются пожилые врачи которые не могут всел объективных причин переобуваться принимать большое число пациентов оказывает качественную помощь то есть онкологи которые период будут собственно говоря не могут вы понимаете какую помощью не могут казать но минимальную и на самом деле онкологических центров по стране который сильный онкологический центр там консилиум онкологии специалисты читающие литературу, участвующий там где-то очень мало, очень мало да, значит это я говорю вам не как читатель вот этих вот, так сказать, да, там всего а я знаю, что говорю значит, 23 по наблюдению профессора Минткевича пациентов после химиотерапии формально оформляют как госпитализированных а по факту отпускают домой, что ведет к тому, что вопросы борьбы с существенными тяжелыми последствиями химиотерапевтического лечения пациент вынужден решать сам, скорая помощь выезжающей к пациенту не может брать у пациента на дому необходимые анализы крови чтобы контролировать его состояние ну то есть фактически их так много что оформляют как госпитализированных а вообще отпускают домой вот у нас женщина, которая выиграла билет на Димаша последний курс химиотерапии мы очень много в контакте находимся и я могу сказать, что у нее химиотерапия проходила, мы разговаривали она говорит, что тошнило очень сильно и на самом деле было очень сложно но ее отпускали домой оформляли как как раз госпитализированную вот такие проблемы выделены, вот 23 пункта и я хочу сказать, что может быть это кому-то поможет или может быть все-таки кто-то может быть увидит это видео и обратит внимание на проблемы онкологии я продолжу говорить об онкологии и я считаю, что это действительно ну заболевание для России вот сейчас мало говорят мало информации мало вообще чего-либо Павленко Андрей это герой нашего времени который снимал все, что с ним происходило за это время и по крайней мере человек сейчас который болеющий болеет онкологией он может посмотреть блок Андрея и хотя бы понять, что происходит куда идти, что там да как и информирование практически ну нулевое население об онкологии в больнице в каждой должно висеть а онкологических больных все больше и больше понимаете, это просто свирепствует, как этот зверь еще раз говорю я виню в этом продукты питания может быть моя точка зрения покажется кому-то неправильной высказывайте свою, пожалуйста точку зрения тема еще раз говорю очень серьезная очень серьезная для нашей страны и очень актуальная поэтому я жду ваших комментариев подписывайтесь на канал кому интересно всем пока, ребята до встречи и здоровья самое главное здоровья, здоровья и еще раз здоровья